Тема часа. Акселератор РЖД. Итоги и победители. Максим Вдовенко. Ваш проект признан победителем. Как он называется и что вы представляете в нем? Добрый день. Наша компания Clover Group представляет проект Clover Smart Maintenance. Это решение предназначено для прогнозной аналитики специального самоходного подвижного состава. Как переводится вот это название с английского? Умное обслуживание. Мы реализуем проект совместно с Дирекцией по эксплуатации и ремонту подвижных машин. Специальный подвижной состав используется в РЖД для того, чтобы обслуживать и ремонтировать инфраструктуру. Это очень важно и непосредственно влияет на пропускную способность железных дорог и обеспечивает безопасность движения. То есть какая цель конечная у этой программы? Как она поможет российским железным дорогам? Цель повысить надежность специального подвижного состава. Снизить количество неплановых ремонтов, снизить количество срывов окон, во время которых производится работа по ремонту инфраструктуры. И за счет этого повысить надежность инфраструктуры и повысить пропускную способность. А что значит специального подвижного состава? Специальный самоходный подвижной состав – это техника, которая используется для ремонта инфраструктуры. Это ремонт верхнего строения пути, ремонт контактной подвески, ремонт различных сооружений, акведуков, мостов. А как это будет на практике? В настоящее время часть специального самоходного подвижного состава оборудована системой для регистрации данных, которая фиксирует работу основного оборудования. Наше программное обеспечение предназначено для того, чтобы проанализировать эти данные и на основании них сделать вывод о состоянии этого оборудования и спрогнозировать его работу в дальнейшем. Максим, а как вы пришли к такой идее? Почему? Что стало отправной точкой для создания этой программы? И вы ведь принимаете участие впервые в таком конкурсе? Мы принимаем участие впервые. Просто в настоящее время мы убедились в том, что наша команда накопила достаточный опыт и экспертность для того, чтобы реализовывать подобные проекты. Сейчас совместно с Лукотехом у нас реализован проект. Мы ввели в промышленную эксплуатацию наше решение – Холер Смарт Мейтенс, адаптированное для работы с данными с локомотивов. И совместно с Лукотехом сейчас мы проводим уже внедрение в депо. Мы внедряем работу с программным посещением в процессы деповские. И вот, собственно, этот опыт и позволил нам понять, что это решение может быть тиражировано не только на локомотивы других серий, но и на специальный самоходный потенциальный состав, который в целом похож на локомотивы за счет того, что это сложная машина, ресурсоемкая и содержит большое количество оборудования сложного. То есть программы вы пишете сами с помощью ваших специалистов? Программное обеспечение, которое мы представляем, это платформа. Старт ее разработки начался в 2016 году. В настоящее время это решение уже сертифицировано, лицензировано и внесено в реестр отечественного программного обеспечения. Это программное обеспечение используется не только для того, чтобы анализировать данные в рамках железнодорожной отрасли, но и используется для того, чтобы анализировать работу сложных машин, например, в добывающих, в добывающих отрасли, на горнорудных предприятиях, на нефтеперерабатывающих предприятиях, в нефтебывающих предприятиях. У нас очень большой потенциал, возможности. А какая команда у вас? Сколько человек работает над этим? — Непосредственно в бизнес-единице, которой я руковожу, сейчас семь человек. Часть из них эксперты-железнодорожники с большим опытом работы в отрасли. Часть — это непосредственно те, кто занимается продажами, финансовый аналитик. И есть у нас большой пул специалистов, которые непосредственно занимаются реализацией проектов. Это бизнес-аналитики, руководители проектов, разработчики, системные аналитики, дата-сайентисты, которые, собственно, реализуют математические модели для прогнозного обслуживания. — Итак, вы победили с проектом. Что теперь дальше? Какие этапы реализации? — Сейчас совместно с Дирекцией по эксплуатации и ремонту путевых машин мы выбираем предприятие, на которое мы выйдем для того, чтобы обследовать путевую технику, для того, чтобы понять, на чем нам лучше сконцентрироваться, какое из направлений принесет наибольший эффект в рамках пилотного проекта. После этого непосредственно мы будем реализовывать проект. В него входят два направления. Первое — это непосредственно работа с данными, которые уже можно получить. Второе — это, возможно, для оборудования, устройствами для того, чтобы эти данные собирать. По итогам пилотного проекта необходимо будет согласовать экономические эффекты и после этого выходить уже на тиражирование на всю сеть, например. — Какие сроки стоят у реализации проекта? Вот пилотного. — Мы закладывали около шести месяцев реализацию пилотного проекта, но хотелось бы, чтобы быстрее все это прошло, а мы приложим для этого все усилия. — Чтобы представлять тестирование программы, как это будет происходить, чтобы мы, телезрители, поняли это? — В настоящее время часть самоходных путевых машин оборудована системой АСК РСПС Садко, которая позволяет регистрировать данные работы оборудования. Ее разработала в НИИШТ. Нам необходимо договориться с НИИШТом о том, что мы будем эти данные анализировать, обрабатывать. По результатам обработки передавать информацию о выявленных дефектах и неисправностях непосредственно на предприятии для того, чтобы они могли оперативно отреагировать и предотвратить неплановый ремонт или отказ путевой техники. — Ну а вот этот мониторинг, он будет идти в режиме онлайн? Если какое-то нарушение в работе, то он сразу как-то оперативно передает? Или это систематизируется в конце дня? — А как у вас вообще впечатление от участия в акселераторе РЖД? — Моя команда впечатлена теми успехами и достижениями, которые добилась РЖД в этом направлении. Нам было очень комфортно работать с командой акселератора. Мы считаем, что специалисты, которые там собраны, они позволяют целиком полностью раскрыться потенциалу компании, которая приходит для того, чтобы поработать в рамках программы. — Но сложно с точки зрения организаторской способности, возможности вам было подавать документы, участвовать? Вы видели, было 600 проектов. — У нас уже достаточно большой опыт, мы на рынке там давно, поэтому у нас в принципе таких проблем не возникало. Ну и плюс нас вели очень хорошо наши менторы в рамках РЖД. — Максим, ну а вы сами смотрели на те проекты, которые стали победителями и которые участвовали в отборочном конкурсе. Что-то есть, что заинтересовало вас как руководителя? — Да, безусловно. Вот в том числе вот с этой точки зрения было очень полезно участие в акселераторе, потому что мы узнали о большом количестве достойных интересных инициатив, которые, возможно, помогут нам с кем-то скооперироваться и показывать лучшие результаты, показывать больший эффект. Мы много с кем пообщались, да, и планируем в дальнейшем работу совместно. — Сегодня очень много говорим про импортозамещение, учитывая, в каких мировых обстоятельствах мы все живем. Как вы считаете, вот эта программа импортозамещения, она полным шагом идет по стране или есть в этом проблемы? С точки зрения работы вашей компании? — В части разработки программ обеспечения, я думаю, что мы, ну, если не идем впереди, то движемся точно параллельно со всем миром в этом направлении. — Вы приходите на предприятие, дооснащаете. А вообще, если с точки зрения экономической единицы считать, вот это оснащение, оно дорогое происходит? — На самом деле, часть техники, она может быть уже оборудована всем необходимым, и необходимо будет только развернуть наше программное обеспечение на северных мощностях и заливать туда данные для того, чтобы получать результат. — А все-таки, если так говорить, в чем вот фишка вашей программы, вашего проекта-победителя? Почему и благодаря чему удалось победить? — В целом, и я, и там все, кто работает в нашей компании, в группе компании Control2Go, мы считаем, что использование данных, их анализ, их обработка — это вот последняя миля, где можно в настоящее время показать эффект какой-то существенный, потому что уже на многих предприятиях внедрили методики, касающиеся повышения надежности, повышения качества, бережливого производства. И в настоящее время работа с объективными данными, на которые никак не влияет человек, — это вот та веха, где можно получить достаточно большой эффект, не прилагая значительных усилий. — Максим, ну вот такая работа с РЖД окрыляет? — Меня и команду Майдас, безусловно, окрыляет. Мы выросли из предприятия РЖД, и мы очень замотивированы и нацелены на то, чтобы непосредственно в отрасли и для компании показывать эффект и достигать его. — Спасибо большое. Мы надеемся, что вы и дальше будете в числе победителей, и все проекты будут успешно реализованы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова